Большой дом, который строили сами 8 лет, иконы, в красном углу шестеро детей, отец – настоятель храма. Образцовая семья как будто из другой эпохи. В остальном у Харитоновых все вполне современно и как у всех. Учатся, хулиганят. Не знаю, я вот о размере семьи никогда не смотрел, но семья для меня – это тот тыл и то место, где тебя ждут и где ты нужен. Потому что каждый человек, конечно, хочет самореализоваться где-то, но при этом без крепкого тыла, мне кажется, все равно это приведет к одиночеству. Супруга рядом, дома и на службе Анастасия Рейгент поет в церковном хоре. Дети занимаются спортом и танцами. Кем станут в будущем, решат сами. Родители говорят, вмешиваться не станут. Главное, чтобы выбрали дело по душе. Как я решилась родить столько детей, шесть человек, я говорю, понимаете, у меня хороший муж. Я в нем стопроцентно уверена. Он всегда поддержит, всегда поможет. Каждый день праздник отца, каждый день день отца. Потому что я всегда говорю детям, что мы должны быть благодарны ему за то, что у нас есть. В первую очередь, конечно, Богу, а во вторую очередь, это отцу. За образцовое воспитание Сергей Харитонов получил почетный знак общественного признания во славу отцовства. Вот награждение больше психологический груз сняло вот это вот то, что моя семья не похожа на большинство остальных семей. Вот, а это награждение показало о том, что, в принципе, все нормально поднять. Престиж отцовства, конечно, дело благое. В самом большом селе России рядом с Харитоновыми живут 640 многодетных семей. Достойных отцов их много. По возможности мы пытаемся приобщить вот к таким мероприятиям как можно больше. К сожалению, не все откликаются на это, да, некоторые остаются в тени. Эта награда присуждается именно отцам, достойно воспитавшим детей. Мы не говорим только о многодетных семьях. Это и приемные семьи, это и отцы, воспитавшие детей без мамы. В том числе... День отца отмечают в Самарской области с 2017 года. В этот день в регионе награждают самых достойных родителей. В этом году почетный знак во славу отцовства получили 26 мужчин. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатарцев, Новости губерния. Силанкины, Черкасский.